Мальчики пришли, а я вас и не слышала. Заходите, только разуваться здесь, потому что я полы помыла. Спортцовая, ты что здесь устроила? А как ты вообще из-за бездянника вышла? Забыла сказать, я уже давным-давно дубликаты сделала, а вот это все, вы просто на выходных меня закрыли, я решила прибраться. Так, Спортцову, вот здесь на столе папки с делами лежали, где они? Что ты переживаешь, все нормально. Я их рассмотрела и разложила. Вот, не раскрытые дела, а это раскрытые. А вот. О, сюрприз! Я вам блинчиком напекла. Муки у вас нашла. Какой муки? Ну, это у вас в сейфе лежало. Ты что, какая мука? Это килограмм кокаина, блин, это же вещдок. А где пистолет? Пистолет. А, вот, я его постирала. Смотрю, он грязненький, поэтому вот, сушится нормально все. Ты что наделала? Там же на пистолете отпечатки пальцев преступника были. Я что, по-твоему дура? Я в деликатной стирке. Алло, лейтенант Петренко. Да. Чего? Какая тебя нафиг путана? Ты... Да я тебя найду. Меня. У вас не было зарядки на айфон. Алло. Да. Я буду завтра в семь вечера в сауне. Да. 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 Слышишь, Скворцова? Блин. Собрала манатки, и вали отсюда. Что? Давай, давай. Ну, знаете ли... Хорошо. Я, между прочим, не для себя старалась. Я хотела, как лучше. А вы... Я же у вас сутки через пятнадцать хотела. А вы... Иди давай. Цветы не забывайте поливать. Вот. Пока. Стой. Ты сегодня где работаешь? Ну, как обычно, на окружной. Хорошо. Как закончишь работу, наберешь нас. И блинчиком нажаришь с бурашками. Мы тебя приедем арестуют. Ну, так, братцы. Прикольная музыка. А что за клубешник новый? Дизель-шоу повертається. С новыми жартами, песнями та номерами. Перший великий концерт у Києві. 26 лютого. 19.00. Палац Украина. Квитки на сайті Дизель-шоу «Крапка Ком» та «Контрамарка Юэй». Ну что, проверим еще раз. Да. Каски. Есть. Есть. Бронежилеты. Есть. Оружие. Заряжено. Ринейс 3402. Взлет продвижаю. Ага. Рано, рано. Мы еще не готовы. Не готовы. Так, продолжаем. Осиновый кол. Чеснок. Серебряные пули. Есть. Все. Кто там? Эти ламачки. Пустите. Ладно. Заходи, быстрей. 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 Вы готовы? Нет. Приборы не проверили. Да, перестаньте мелочами заниматься. Вика, дверь. Дверь. Виточка. Все. Давай, давай. Давай. Ну что? Вроде все. Да. А, вода. Воду взяли. Да, вон в углу стоит. А как же туалет? Куда мы ходить будем? Ну, воду выпьем. В бутылке это и будем делать. Ну что? Вроде все. Вроде все. Вика. А? Заканчивай быстрее. Взлетаем. Взлетаем. Ну, с богом. Вон ты все. Диспетчер. Рейс к Москва-Анталия. Взлету. Готов. Ну, братик. Ну, я же тебе говорю, что я за хлебушком выходила. Ага. Да. В три часа ночи. На объездной. За хлебушком. Ты что, у камазистов хотела зерна отсыпать? Товарищ лейтенант, вы нарушаете права человека. Согласно статье 29 Конституции Украины, вы не имеете права задерживать меня без мотивированного решения суда. Я, между прочим, не совершила никаких противоправных действий. Игоревна. У меня несколько клиентов, верить с нами работают. Так вот, я имею право на телефонный звонок, это раз. И требую, чтобы мне сообщили причину моего задержания. Слышь, ты умная сильно, да? Имеет она право. Я тебя сейчас поимею. Игоревна, учись. Слышь, ты, баклан недоделанный. На... Куда яся б не я? Ты бы до сих пор сидел на полу и хлебушарал. А не сидел в добрее, в тепле. Да если я захочу, ты у меня будешь на вокзале тортиры трое. Ты понял меня? И ты через пять секунд меня не отпостишь. Я возьму твою дубитку и... Не орю тебя, ты понял? Что же вы сразу не сказали, что вы, товарища полковника, знаете? Знаю. Что ж слово такое подобрал? Знаю. Я его очень хорошо знаю. А ты, Игоревна, делай выводы. С какими юристами общаться. Сидеть. Товарищ начальник, рамсы ты попутал. Хлеб жрать будешь с пола. Не верю. Давай еще репетирую. Давай, рамсы попутал. А лучше давай мне про этих, про юристов молоти. Раз такие конституции. Так, я сказала, будете орать, поставлю голыми на подоконник. Евгений Викторович, я же сказала, Вашей игрушки здесь нет. Где она? Где она? Я уже весь садик обыскал. Я уже на кухне был. Я уже в каждый горшочек под каждую какашечку заглянул. Нет его. Нет ее. Где она? Я объясняла. Ваш Леша поменялся своей игрушкой с другим мальчиком. Дети часто так делают. Каким мальчиком? Где этот мальчик? Успокойтесь, я позвонила его отцу. Сейчас он приедет. Первый раз вижу, чтобы из-за игрушки так переживали. Вот. Вот и он. Здравствуйте. Здорово. Ага, вот она. Вот, да сюда, алкаш. Родненькая. Он целый год игрушку не трогал. Я туда решил заначку спрятать. Ну и фантазия у вас. Кера себе. Я буду сказать малому, чтобы чаще игрушками менялся. А лучше не, я его в кулакную группу переведу. Пусть там меняется. АПЛОДИСМЕНТЫ Егор! Егор, слышишь? Моя мама приехала. Поехали на дачу. Ты же так хотел покопать картошку. Покрасить забор, чтобы она счастлива была. Слышишь меня? Ты что здесь делаешь? Прячусь от тебя и твоей сумасшедшей мамочки. И от ее чертового забора. Егор. Ты мне лучше, Викулечка, расскажи, кто вот этот такой. А? Давай договоримся так. Я тебя не видела, а ты его не видел. Хорошо? Я долго ждать должна? Это твой криворук и идет или нет? Договорились. Мамулечка, едем вдвоем. Егора срочно вызвали работу. Ты водку пьешь? Ага. Хорошо. Ой. Так куда вы хотите все-таки поехать? Вы знаете, я всю жизнь мечтала полететь в Париж. Это прекрасно. Париж, город любви, город романтики. Чудесный выбор, чудесный. Не уверен. Ну почему? Вы же сами говорите, Париж, город любви, романтики. Столько соблазнов. По-любому какой-нибудь французишка захочет засунуть свой круассанчик тебе в кофе. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю. Но тогда может быть Таиланд. Ол-инклюзив, море, пляж. Да? Давайте талант. Давайте, давайте. Скорее нет, чем да. Ну а чем Таиланд вам не угодил? Да Таиланд это вообще страна разврата. Там же каждый мужик хочет развести женщину на Пхукет. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю. Может быть Африка, пустыня, неизведанные племена. Да, да. Может сразу на панели. Ну почему, а? Да потому, вы говорите, Африка, Африка, я понимаю, страна экзотики. Но для них она там тоже экзотика. По-любому кто-нибудь захочет свой кокос к ней подкатить. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я предлагаю остров, на котором уже более ста лет живут одни женщины. Нет. А чем остров уже не угодил? Ну кто-то, что до еду возит. По-любому кто-то захочет опустить свою малинку в твое лукошко. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю. Я понимаю, что уже никто никуда не едет. С таким ревнивым мужем я точно никуда не полечу отдыхать. Совершенно верно. Все, идем домой. Поедем на метро? Да сейчас. Уже ждешь, не дождешься, когда кто-нибудь опустит свой жетончик. Опять пешком? Да. Акраин. Анеч, сына, импозиция, пожалуйста. Что такое? Это машина. Что? Машина. У вас что-то на зубах. Я... Извините, пожалуйста. Машина, говорю. Жена первый день за рулем просто. Ну. Мася Андрик, а мента уже снимать или еще рано? Здрасте. Перед тем, как снимать что-то, можно крышечку объектива открыть. О, точно. Иди в машинку, я сам разберусь. Я же помочь хочу. И Жене, командир. Так, как ты меня учил? Если худой, значит, работает недавно. А погоны, как отели, только наоборот. Звездочек, если меньше, тем лучше. У этого так. Зум. Три звездочки. Значит, ему 50 гривен хвастит. Правильно? А у вас в двухсотке сдача будет? Иди в машину. Командир, прости, реально, первый раз остановили ее, не знаю, что несет. А я все понимаю, я сам сегодня первый день на работе. Проезжай. Ой, а что это у вас такой жезл маленький? Я скажу, первый день на работе. Вдруг кого-то не от того остановлю, чтобы не больно было, понимаешь? Боже. Ну что? Вот так болеть будет? Вот так? Все ясно, ну, все ясно, что у вас. Что там, доктор? У вас очень редкая болезнь, вы не знаете. Вообще-то у него простой аппендицит. Ой, вообще-то я здесь доктор. И давайте я буду решать, вот, простой он или там, непростой. Ваше дело, зеленка есть у нас? Да при чем здесь зеленка? Тут резать надо. Ой, понятно, что резать надо. А когда мы разрежем, то, ну, зеленкой это же, это, прижечь надо будет. Доктор, а вы точно знаете, что вы делаете? Да все в порядке, конечно, я же врач. Расслабьтесь, так, начнем, начнем, что ли. Ой, вспомнил. У меня же дело там, дело. Давайте на завтра перенесем все и... Какой на завтра? У него острый перитонит. Не такой он и острый. Ладно, все, уговорили. Закрывайте глаза. Слушайте, а все. Давайте по-хорошему, мы решим все, а? В смысле? Ну, в смысле... В смысле, будто бы я все уже сделал. Ой, как-то легче у меня сразу стало. Ну вот. Вообще так нельзя. Ой, да ладно-то нельзя. Спасибо вам, доктор, большое. Пожалуйста. Да за что вы ему спасибо говорите? Во-первых, за денежку. А во-вторых, за то, что он меня не оперировал. Вы же мне, доктор, жизнь сейчас спасли. Да вот это вот. А в городе больниц миллион. Пойду я по-другому месте сделаю. Идите, идите. Ну вот. Очередной пациент ушел. Довольный. А мне в институте говорили, что я плохой доктор. Правильно говорили. Что? Десять пациентов, и все ушли радостные от меня. Так, глядишь, и лучшим доктором в больнице станут. На краях лепестками белых роз я наши ложи застелю. Слышь, Серов, ты что опоздал-то? Просто у меня вчера был самый лучший секс в жизни. С кем? Это была шикарная блондинка. Представляешь, я вчера выхожу из офиса. Подъезжает Бентли, оттуда выходит она. Ну и потом понеслась. Клубы, рестораны, загородный дом. У нас был секс без обязательств, и мы даже договорились с ней, что если вдруг мы случайно увидимся на улице, мы пройдем мимо друг друга и сделаем вид, что мы незнакомы. Ну ты красавчик. Ах, совсем меня бесило, ставила чертовка. Ну ты крутой, чувак. Доброе утро. Здрасте, Нина Сергеевна. Ноги поднял, рука жопой. И вам хорошего дня, Нина Сергеевна. И ты, Сашенька, ножки подними. Лепестками белых роз. Я носил лужи за стену. Так это что, ты что ли чпокнул уборщицу? Это и есть твоя блондинка? Это, наверное, тот самый Бенли? Нина Сергеевна, ну мы же с вами договаривались. А ну, цицко, расстрел! А то я сейчас всему офису расскажу про эти не самые лучшие 30 секунд моей жизни. Не буду вам мешать ссориться, пойду в бухгалтерию расскажу новости. А ну, стоять! Никому ты не расскажешь. Ну, почему? Сашенька, а ну выйди, а то, может, ты ремнивый. Нет, нет, я не ремнивый, все нормально. Куда вы? Не оставляй меня, не оставляй меня, Нина Сергеевна. Лепестками белых роз. Нет, Сергеевна, я вас очень уважаю как человека. Давайте без рукоприк... Боже! Я вас очень прошу, я не люблю сирого! Я не люблю сирого! Зажигаем! У-у-у! Это самый лучший вечер в моей жизни! Ла-ла-ла-ла-ла! Парниша, хочешь меня? Поехали к тебе! Ну вот, приблизительно так вы будете выглядеть после пяти мексиканцев. Чё-то я не уверена. А я уверена, наливай! Алло, Лёшенька, я соскучилась. Приезжай, мой хороший. Я тебя хочу. Мне нужен быстрый секс. А это сколько? Ну, где-то восемь. Восемь. А что там на десятом, напомните? А, нет-нет-нет, я этого не люблю. Давайте семь с половиной. О-па, опа, опа, что так у нас тихо? Ян, ты что делаешь? Держи, мне просто стало жалко, и я и все. Эй, бармен! Борей мне, пожалуйста, один из двух мексиков. Да, давайте, наливай. Здравствуйте! Помощь нужна срочно! Ой, ну присаживайтесь. Что случилось? Фуру мою угнали. Ну, пишите заявление. А можно как-то без заявления? Понимаете, фуру угнала проститутка. У меня же жена. Не хочу, чтобы узнала там судебные разбирательства. Не надо оно мне все. Фурия уехала на фурия. Без прав, я так понимаю. Да нет, права-то у нее есть. Она же меня иногда подменяла. Она у меня и в доверенности вписана. Ну, только вот в этот раз вышел покурить, она нажала и уехала. А я стою посреди трассы ночью один, курю. Все, главное, проезжают, останавливаются, начинают интересоваться мной. Мол, сколько, сколько. Жуть как неудобно. Ну, нашлись люди, благо дело, подкинули до города. За деньги? Не важно. Ну, а фурия что было? Медикаменты дорогущие. Черт, теперь придется всю жизнь на эти таблетки работать. Найдите, пожалуйста, найдите. Да мы постараемся. Ну, как мы ее узнаем? Да как тут не узнать? Ну, проститутка за рулем двадцатитонника. Тут не промахнешься. Найдите эту сволочь, пожалуйста. Слушай, сам ты сволочь. Вышел он покурить. Я его, главное, жду три часа друзей он встретил. Вот, это она и есть. Ловите ее. А, в смысле, вы поймали уже? Правильно сделали. Что ж ты кусаешь руку, которая тебя кормит, а? Вот теперь у меня все сошлось. А я думаю, откуда у проститутки в сумочке помада, презерватив и накладные? Ты куда фуру мою дело? Чего ты нервничаешь? Я твою фуру до точки доставила, разгрузила, на стоянку отогнала, все. Я с вами мечтала дальнобойщицей встать. Для меня вкус соляры лучше, чем мохито. Лучше бы ты меня напарницей сделал. Ну, вообще-то, напарник мне сейчас нужен. Вот. Ну, такого напарника у меня не было никогда. Вот. Ну, мужики же смеяться будут, что я сплю с напарником. Хотя, да пошли мне эти мужики. Давай, выпускай ее. Ну, да, выпускаю. Что-то из-за проституции трешка светит. Какая она проститутка. Это напарник мой, верно? Да. Пусть с ней лежат один, а двоих делим. Ну, все, начальник, выпускаем. Видишь, грудь, груз простой. А тебе не надоело, что наша уборщица ведет себя так, как будто она самая главная в офисе, а? А что ты предлагаешь? Я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда. Ты что, хочешь нанять киллера? Да нет, конечно. Хотя, прикинь, какая классная новость была бы. Сегодня в центре Киева было совершено заказное убийство уборщицы. Швабру и тряпку нашли в двух километрах от места преступления. Нет, я предлагаю решить все своими силами. Ты же не станешь бить женщину. Мы ее подставим. Мы ее уже не раз подставили, когда разбросали мусор по всему офису. Кто знал? Кто знал вообще, что тут камеры по всему офису? Ну, вошедь все знала. Так, так. Слушай, давай просто мы с ней поговорим по-человечески. Ну, она поймет. Ну, мы же взрослые люди. Точно. Мы поставим ее на место. Значит так, она как только сюда войдет, ты смотришь ей прямо в глаза и говоришь, вы, Нина Сергеевна, самое низшее звено в нашей корпоративной пирамиде. Понятно? Да, я так скажу. Ой, как идет, идет. Ничего, ничего. Я тебя сейчас прикрою. Вы что, рукожемые, натоптали по всему коридору? Я по вашим шоколадным крошкам, как по следам сюда-то шла. Нина Сергеевна, вообще-то уборщица – это самое низшее звено в корпоративной пирамиде. Я тебе сейчас покажу, что самое низшее звено. Чашку за собой убрать не можешь. Ты куда? Я чашку помыть. Вот ты сегодня моешь посуду, а ты тряпку в зубы, оружие, и драйвить кабинет. Высшее звено. Вообще-то это нарушение прав человека. Да, да. Девушка, у моей жены день рождения. Я хочу сделать ей подарок. Путевочку. Он у меня такой добрый. Это прекрасно. Такие мужчины ценятся. Ну что ж, я предлагаю во Францию. Ой, не надо Францию. Франция очень дорого. Лучше Турция и желательно горячий тур. Да. Ну, хорошо, Турция. Тогда пятизвездочный отель на берегу моря, первая линия. Ой, а первая линия вообще не обязательно. Нам бы линию восьмую или девятую. Ну, сколько там той Турции? Пешком обойти можно. Ну, действительно. Что ж, тогда решим вопрос с питанием. All inclusive. Не, ну что вы, что вы, не надо. Мне и так не нравится ее фигура. А там она еще жиреет, будет как корова. Лучше только завтраки. И обязательно, чтобы невкусные. Так проще походить, да? Экскурсии. Никаких экскурсий. Понимаете, у нее в голове мякушка. Она ничего не запахнет. Бассейна будет достаточно. Какого бассейна? Ну что ты. Душ. Душ будет хорошо. Да, душа достаточно. Оформляю. Да, конечно, оформляю. Да, еще вот можно на то же самое число. Путевочку в Таиланд на двоих. Все включено. Пять звезд. И чтобы все-все экскурсии. И обязательно бассейн и спа. Я без них не могу. А Турцию? Мы же вам нормально объяснили. Турция для жены. А Таиланд для нас. Да, Ребен? Да. Ах, нет, нет, нет. Такие-такие секундеры. Блин, начальник, что ты меня опять вызвал? Я тебе говорю, я рассказывала сказки, он уснул. Клофелин реально не мой. Черт с ним, с тем придурком. Деяло к тебе есть. Какое нераскрытое? Я свидетелем не буду. Скорсова, да я просто поговорить с тобой хотел. Я вас слушаю. У меня проблемы с женой. Так ты таблеточку съешь, у тебя проблем не будет. Да я не об этом вообще скворцову. Да послушай ты. Ну что, что? Поссорился я с ней. А, это поэтому у тебя брючки и рубашечка не глажат. Да при чем тут рубашечка, брючечка? Я совет твой мне нужен, ты понимаешь? Капец, тебе много от меня надо, я смотрю. То отпечатки пальцев, то свидетельство, то совет. Может я вообще к вам устроюсь официально работать? Так, Скорсова, ты не ерничай, то посажу на 15 суток. Блин, начальник, сажай давай. Я устал от этого конвейера уже. Давай отдохнуть. Ну, Скорсова. Ну, что там у тебя, давай, расскажи. Ну, в общем, научи меня доставлять удовольствие. Женщине. 500 баксов. Ты с ума сошла? Ты с кого деньги требуешь? Блин, я тебе говорю, дай своей жене 500 баксов. И она такое удовольствие получит. Ну, что ты издеваешься? Ну, помоги ты мне, а я твое дело закрою. Закрою? Закрою. Ладно, помогу. Бесплатно? Теорию, да, практику будешь со своей женой осваивать по себестоимости. Иди сюда. Ну, такое. Может быть, конечно. Значит, вот это в архе... Ой. Это... Это что здесь происходит, я не понял? Это... Мы тут это... Эээ... Семью мы спасаем. Ага. Да вы что? Значит так. Вот это на 15 суток? Эээ... Ты! Ко мне в кабинет. Быстро! Товарищ майор, может, меня на 15 суток, а её к вам в кабинет? Сначала ты, потом поменяйтесь. Быстро! Давай, давай. Начни с массажа пяток, как я тебя учила. А? Блин. Блин! Блин! На троих!